книга открытым оком том 26 вопрос 3858 тема смерть осознание краткости жизни приходит тогда когда большая часть ее уже позади почему так трудно поверить совершенно очевидную истину что жизнь это одно мгновение отвечает игнатий тихонович лапкин вокруг нас постоянно слышится что кто-то погиб в пути кто-то сорвался сгорел убит и разве трудно себя представить на том месте природа напоминает ежегодно о законченности цикла это же ежедневно к вечеру познается и выложимся спать как в гроб все зависит от нашей веры если человек верит искренно в бога тогда ему легче подниматься осень листы ощипалась дерев и не седой на траву упадал стадо тогда шуравлей собралось а чтоб перелететь в теплую дальнюю страну за море жить один белый журавль нем и уныл пригорю не сидел ногу стрелой перешиб ему ловчий радостный крик журавлей он не множит бодрые братья смеялись над ним я не виновен что я охромел нашему царству как вы помогал вам надо мной хохотать бы не должно не презирать видя бедство мое как мне лететь отымает возможность мужество силу притяжка болезнь волны несчастному будут мне гробом ах для чего не пресек моей жизни ярый ловец между тем вид ветер стата взвелося и скорым полетом за море в миг прилететь поспешает бедный больной на заде остается часто на листьях плавущих водах он отдыхает горюет и стонет грусть и болезнь он все сердце снидают мешков он много летя помаленьку землю узрел вожделенную но душою ясное небо и тихую пристань тут всемогущий болезнь излечил дал жить в блаженстве в награду трудов многих насмешники в воду упали о вы стенящие под тяжкою рукою злосчастье и бед исполнены тоскою клянете жизнь и свет любители добра уже надежды нет мужайтесь бодрствуйте и смело протекайте там лучшая страна там мир вовек живет там юность вечное блаженство там вас ждет 1080 1800 год а.н.радищев книга его 14 1 человек рожденный женой краткодневен и присыщен печалями и в 25 веселье беззаконных кратковременно и радость лицемерно мгновенно зачем лицемерно лицемера и радость лицемера мгновенно благодарю зачем вы дни сказал поэт а я спрошу зачем вы ночи зачем ваш мрак сгоняет свет и занавешивает очи и так жизнь наша коротка и время годы быстро косит а сон из этого клочка едва ли не треть еще уносит счастливцу сон он у него часы блаженство похищает а на лету и без того он их так мало начать насчитает счастливцу сон разрыв совсем чем сердце радостью дышала как мертвый слеп он и глух и нем души как будто не бывало смерть называют вечным сном а здешним временно мертвее зачем нам спать когда потом мы вдоволь выспаться успеем когда пьяс счастьем был знаком о как бы сон я ненавидел но клад мой на святыню в нем я посягателя бы видел страдальцу сон же не с руки в пред тяжких дум среди грозных мраков но клад мой на святыню в нем я посягателя бы видел страдальцу сон же не с руки в пред средь тяжких дум среди грозных мраков на одр недуга и тоски не сыплет он прохладных мраков весь мутный мутный ил которым дни заволокли родник душевный из благ обломки их одни разбитые волною гневной сплывает все со дна души в тоске бессонницы печальной когда в таинственной тиши как будто отзыв погребальный несется с башни бой часов и мне в тревогу и смущение шум собственных моих шагов и сердца каждое биение ум весь в огне без сна горят не освежаемые очи злость и тоска меня томят и вопию зачем вы ночи 1863 год п вяземский салон 38 6 вот ты дал мне дни как пяди и век мой как ничто пред тобою подлинно совершенная суета всякий человек живущий и вот двоя во мне как тигр со львом проснулись и бьются друг со другом и я в борьбе расслаб отяжелел и плоть моя загустилась во мне я тяжесть тела слышу на себе и чувствую что я хожу под ношей и чувствую земля влечет меня сося в себя как змей свою добычу и с каждым днем стою врастаю больше в землю пока совсем зароются зароюся землей и слышно мне вкушение острый яд как тонкое начало разрушение из кости в кость из жилы в жилу ходит и изменяет весь состав мой прежний не тленья я сын я обрастаю тленьем чувствительность под чувственностью стонет и на живо ношу я мертвеца 1840 год ф глинка притчи 1632 долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города иакова иакова 1 26 если кто из вас думает что он благочестив и не обуздывает своего языка но обольщает свое сердце у того пустое благочестие если кто из вас думает что он благочестив и не обуздывает своего языка но обольщает свое сердце у того пустое благочестие и крики оргии и гимны и ликования в сиянии праздничном торжественных огней а рядом жгучий стон мятежного страдания и кровь пролитая и резкие звон цепей разнузнанные разврат увенчаны цветами и труд поруганный смеющийся глупец и плачущий в тишине зримыми слезами затерянные в толпе непонятый мудрец и это значит жить и это первое творение разумный человек но в пошлой суете и в пестрой смене лиц ни мысли ни значения как в лихорадочном и безобразном сне но эта жизнь томит как склеп томить живого как роковой недуг гнетущий ум и грудь в часы бессонницы томит и жжет больного и некуда бежать и некогда вздохнуть порой прекрасный сон мне снится предо мною привольно стелется немая даль полей и зыблются хлеба и дремлет над рекою тенистый сад в цветах и золоте лучей родная глушь моя таинственно и внятно зовет меня прийти в объятия свои и все что потерял я в жизни невозвратно вновь обещает мне для счастья и любви но не тому сложить трудящиеся руки и дать бездействовать тревожному уму кто понял что борьба проклятие и муки не бред безумных книг не грязица ему как жалкий трус я жизнь не прятал за обманы и не и не рядил ее в поддельные цветы но безбоязненно взияющие раны как врач и друг вложил пытливые персты огнем и пыткаю правдивого сомнения я все проверил в ней боясь себе солгать и нету для меня покоя и забвения и вечно буду я бороться и страдать 1882 год нацин второе петра 2 13 14 они получат возмездие за беззаконие ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши соромники и осквернители они наслаждаются обманами своими пиршествуя с вами глаза у них исполнены любо страсти и непрестанного греха они прелещают не утвержденные души сердце их приучено к любостяжанию это сыны проклятия как будто все всем надоело застыли чувства ум зачах ни в чем нигде живого дела и лишь по горло все в делах средь современности бесцветное вступили в связь добро и зло и равнодушье незаметно как ночь нас всех заволокло нам жизни скорбь и не утеха в нее наш век лишь скуку внес нет в этой пошлой шутки смеха нет в этой жесткой драме слез порой как сил подземных взрывы на свесть беды всколышен вдруг и быт беспечный и ленивый охватят ужас и испуг или вдруг родится мысль больная что людям надо бы на война и рвемся мы к войне не зная ни почему ни с кем она но чуть лишь мы за тишью веря от передряги отдохнем как страх и злая похоть зверя уж в нас сменились прежним сном и вновь унылой мглой одеты дни скучно это тянутся чередой как похоронные кареты за гробом улицы пустой алексей жемчужников 1887 год притчи 1 32 потому что упорство не вес не вешт убьет их и беспечность глупцов погубит их исаи 32 9 женщины беспечные станьте послушайте голоса моего дочери без заботы преклоните слух к моим словам как хорошо проснуться утром дома где все казалось бы вам издавна знакомо но где так празднично в яв переходит сон как будто к станции подходит ваш вагон вы просыпаетесь от счастья словно в детстве вам солнце летние шлет миллион приветствий и стены светлые и ярко желтый пол и сад пронизанный насквозь жужжением пчел маршак 1 апрель поминал 16 33 далекует вместе все дерева дубравные предлицом господа ибо он идет судить землю псалом 95 12 да радуется поле и все что на нем дубравные предлицем поỷו и все что на нем